Аркадий Михайлович, выставка в этом году отмечает пятилетний юбилей. Как по-вашему, за пять лет прогресс заметен? Ну, есть несколько моментов, которые бросаются в глаза, это совершенно очевидно. Первый момент – это количество людей, количество экспонатов, количество участников тех мероприятий, которые проводятся в рамках Инопрома. За пять лет гигантские шаги сделаны, и с точки зрения серьезности мероприятий, сегодня спикерами выступают известные специалисты не только в России, но и во всем мире. Сегодня дискуссии, которые проходят, реально обсуждают самые актуальные проблемы, связанные с технологиями, связанные с новыми продуктами, связанные с решением организационных вопросов, обеспечивающих эффективное производство. Ну, и второй момент, на который тоже нельзя не обратить внимания – это качество экспоната. Когда выставка начиналась, ну, у меня складывалось впечатление, что была поставлена задача, чтобы не было пустых площадей. Было здесь все. В перемешку продавали консервы, фрукты, продукцию машиностроительных заводов, металлургические заводы себя представляли. То есть, все это носило, ну, несколько такой сумбурный, я бы сказал, характер. Сегодня целевое наполнение выставки значительно изменилось. И если мы говорим сегодня об инновационных продуктах, мы на самом деле видим большое количество инновационных продуктов. Я думаю, что вот в этом направлении выставка должна прогрессировать. В конечном итоге здесь вообще не должно быть ни одного квадратного метра площади, которая отдана ради того, чтобы заполнить пространство. Здесь каждый квадратный метр должен показывать то новое, что существует в нашей науке, в нашем производстве. Вы отметили высокий статус гостей, которые выступают на форумах Инопрома. А насколько их мнение авторитетно, насколько к этому мнению готовы прислушиваться власти? Ну, во-первых, часть мнений, которые сегодня обсуждаются на Инопроме, инициируется властью. Давайте не будем закрывать на это глаза, не нужно организовывать некий фронт противостояния между бизнесом и властью. Сегодня власть, начиная от президента, окончая регионом, городом, также настроена на решение тех проблем, которых нуждается экономика нашего государства, нашего региона. И многие посылы, которые сегодня реально обсуждаются, они сформулированы именно властью. Это хорошо. С другой стороны, есть вопросы, которые инициируются бизнесом. И здесь, несомненно, должен быть диалог. Я не уверен, что все то, что отвергается властью в предложениях бизнеса, отвергается безосновательно. Существует такая многонаправленность экономики, и очень сложно в равной степени отслеживать все прогрессивные и перспективные направления. Существует отсутствие необходимых средств для того, чтобы одновременно двигаться по всем задуманным направлениям. Существует определенный эгоизм бизнеса, когда предложение формулируется не всегда во имя некого общественного блага, а иногда во имя конкретной корпорации или конкретного хозяйствующего субъекта. То есть все эти моменты должны учитываться, но в любом случае не должно оставаться недоговоренности. Если существует невозможность принятия решения по предложениям бизнеса, должны быть совершенно внятные и конкретные ответы. Причем желательно, чтобы они были публичные, чтобы они не повторялись, чтобы вопросы не повторялись вновь и вновь, и не становились предметом спекуляции. — Аркадий Михайлович, а по-вашему об экономическом эффекте Иннопрома можно говорить? — Ну, это надо спрашивать у организаторов. Я не готов на эти вопросы отвечать, потому что я не знаю цифр. Ни сколько было вложено для организации выставки, ни на какой доход рассчитывает организатор. — Из экспонатов того, что увидели в этих двух павильонах, можете что-то отметить? — Ну, давайте так. Я, к сожалению, прилетел только сегодня ночью и был на круглом столе Уральского федерального университета. И вот сейчас прошел буквально 20 минут по выставке. Я многого не видел. Ну, естественно, бросается в глаза предложение по трамваям. Очень разные. Очень разные степени проработки. Поэтому как идея интересная, а дальше надо следить.